Производственное объединение «Старт» завершает год с положительной динамикой. План по основному направлению работы гособоронзаказу выполнен с превышением и в срок. Генеральный директор завода Сергей Байдаров считает это одним из основных показателей работы коллектива. Объем реализации в этом году сделаем где-то порядка 7,7 миллиарда. То есть прирастим в минимуме на 9 с небольшим процентов к уровню прошлого года. Мы выполнили гособоронзаказ в полном объеме, даже, наверное, перевыполнили его. И выполнили все договорные поставки под госзаказ этого года всем партнерам. На традиционной предновогодней пресс-конференции Сергей Байдаров отметил, что и по гражданскому направлению, в частности по продукции для энергетического комплекса «Росатома», «Старт» нарастил объемы производства. Вообще 2014 год стал для городообразующего предприятия «Заречного» знаковым. В уходящем году произошло два события, которые навсегда войдут в летопись завода, города и оставят свой след в истории России. Одно из основных достижений страны – проведение Олимпиады, в которой мы принимали непосредственное участие по обеспечению безопасности по системам. В контроле управления доступом вы знаете, что системы отработали нормально, цифры эти знаете по людям, то есть порядка 20 миллионов человек. Я считаю, это такое достижение, которое войдет в историю предприятия навсегда. Это, наверное, самое глобальное достижение. Ну а второе, наверное, не достижение, а в принципе, я бы сказал, какой-то успех, что мы досрочно произвели отгрузку госзаказа по изделию «Хризантема». А вот планы на 2015 год придется скорректировать. Экономическая ситуация, складывающаяся в стране, не может не отразиться на деятельности производственного объединения «Старт». Пока бюджет следующего года сформирован. Но он сформирован, я повторю, из тех экономических показателей, которые планировались на несколько более ранний период. Поэтому оценить, как повлияет на нас ряд, ну, то, что произошло, сегодня абсолютно полностью невозможно. Я уже дал команду включать режим экономии, который мы всегда включали в тяжелых ситуациях. Ну, как бы, зарплата будет ровно столько, сколько мы заработаем, я всегда это говорю. Пока основной все-таки продукт наш – это гособоронзаказ. Он сегодня установлен, утвержден правительством, и мы будем делать все, чтобы его исполнять. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Однако, подчеркнул Сергей Байдаров, мероприятие, направленное на сокращение издержек, не предусматривает уменьшение численности работников. У нас в планах сокращения рабочих мест никогда не было. И если брать по категории основных рабочих, мы последние два года наращиваем их численность. По словам Сергея Байдарова, заработная плата, которая в уходящем году достигла среднего уровня по предприятию в 30 тысяч рублей, уменьшаться не будет. Мы максимально будем работать над тем, чтобы сокращать расходы и увеличивать зарплату. Но никак ее не сокращать. В нынешней ситуации, при росте цен, сокращение зарплаты, на мой взгляд, это путь вообще в никуда. Но, повторюсь, мы будем платить столько, сколько заработаем. Не планируется в условиях экономического кризиса замораживать и действующие на предприятии социальные программы. Вообще, Сергей Байдаров о будущем завода говорил с умеренным оптимизмом. Здесь генеральный директор производственного объединения «Старт» проводил параллели с кризисом 2008 года. Кризис, он, наоборот, я считаю, должен старту открыть новые возможности. Ну и согласитесь, мы сегодня немножко другие, чем в 2008 году. Наверное, мы сильнее, да? Мы сильнее, к счастью. Поэтому, я считаю, здесь не должно быть никакого повода для паники. Мы работаем, мы загружены, у нас есть денежные средства, то есть будем развиваться, ну а просто оценим, что произошло на рынке, скорректируем какие-то вещи, какие-то... Возможно, от чего-то придется отказаться, тут это факт. Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Байдаров рассказал и об открытии в Заречном филиалов НИИ «Графит» и СНПО «Элерон». По его мнению, ожидать начала работы этих предприятий стоит в конце 2015-2016 году. Генеральный директор завода также поставил точку в вопросе присоединения Старта к Саровскому федеральному ядерному центру. По объединению никаких приказов нет. В ГУП и НПЦ производственное объединение Старта имени Михаила Васильевича Проценко самостоятельное предприятие. Когда будет указ президента, тогда и будем разговаривать. Давайте мы как бы прекратим вот всевозможные спекуляции. Указа президента нет. В завершении встречи генеральный директор производственного объединения Старт поздравил всех горожан с наступающим Новым Годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok